Доброе утро! 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 не представляют себя. Но борода соответственно выполняет разные функции и одна из них, один из видов бороды, это тактическая борода. Что это такое? Понятие тактической бороды родилось, наверное, опять же в Америке. И законодатели моды бород. Да, но это уже больше военное ответвление. Это, наверное, старт пошел после трагедии 11 сентября, сегодня, кстати, годовщина 16 лет, когда шла военная операция против талибов. И в то время американские военные для того, чтобы замаскироваться под местными жителей, они стали отращивать бороды. Это и переводчики, и спецагенты. И после этого борода стала все больше и больше вливаться именно как среди военных. И Пентагон провел исследование. Они провели исследование, взяли там 50 бородатых солдат военнослужащих, спецназовцев и 50 гладковыбритых. И они приняли участие в какой-то военной операции. И после чего люди, у которых была борода, у них не было неисправного оружия, они не были ни ранены, ни убиты, что не скажешь о гладковыбритых. Они стали исследовать дальше, и их исследование показывает то, что человек, который систематически отращивает бороду, у него повышенный уровень тестостерона, что стимулирует гормональную систему. И эти люди, они более четко могут вести себя в каких-то стрессовых ситуациях, быстрее находить правильные решения в таких ситуациях. Ну и плюс сама борода, она же, если большая, она может реально нести тактическое применение, в случае того же задымления, она играет роль в респираторе. закрыть и дышать. И это еще издревле было у пожарных, то есть пожарных не было без усов, у них были шикарные длинные усы, опять же, которые помогали фильтровать воздух. Использовались, да, для того, чтобы забегать в задумленное помещение. И после этих исследований борода вошла уже в военную вот эту атмосферу, в эту культуру, и появился термин, да, тактическая борода, появились уже клубы тактической бороды. И, ну, как после Америки, опять же, это пришло к нам, если мы сейчас возьмем наших военнослужащих, то у нас тоже уже можно встретить бородачи. Многие, да, с бородой. Бородачи, хотя для многих, конечно же, такой стереотип, да, если армия, то гладко выбритый, все четко, ровненько отутюжено, поэтому, как видим, вносятся изменения даже в эту сферу. Борода есть теперь везде, и самый главный вопрос, как за ней правильно ухаживать, какие средства нужны, ну, и, соответственно, что необходимо для того, чтобы она росла? Ну, смотрите, борода закрывает там попадание солнечных лучей на кожу, что, соответственно, не очень хорошо влияет. Поэтому все средства, они делаются с той целью, чтобы эту кожу можно было правильно витаминизировать, стимулировать здоровый рост, плюс увлажнять, для того, чтобы ее можно было расчесывать, чтобы это не выглядело как-то небрежно. И поэтому существуют масла для бороды. Появилось много фирм, которые этим занимаются. Они делают масла бороды, средства для мытья бороды, специально подобранные под структуру волос, потому что они все разные, микстуры для бороды, укладочные средства. Комплект большой, на самом деле. Да, бороды бывают разные по жесткости, и некоторым людям надо как-то ее укладывать. То есть укладочные средства, они на восковой основе, которые формируют. Плюс есть приятели, в прошлый раз тоже говорил, которые в Украине делают Manly Club. Они делают даже микстуры, обычно пользуются после того, как ты принял душ вечером, перед сном, для того, чтобы увлажнить кожу, и утром, после того, как ты принял душ. И у него сейчас появился продукт вечерний и утренний. То есть в вечернем добавлен запах приятный для того, чтобы ты видел хорошие сны, а утренний у него более бодрящий. Такой еще ароматизатор. Есть подушки с ароматизаторами, а тут борода. Плюс есть зимние варианты. Зимний вариант делает так, что он обволакивает волос и не дает, когда ты заходишь в теплое помещение после мороза, не дает конденсату намочить твою бороду, чтобы ты потом не вышел, у тебя была сосулька. А в летнее время, наоборот, более увлажняющий и защиты от попадания ультрафиолета, чтобы борода не выгорала. Вот, как раз это выгорание, да. Насколько хорошо выгорает, скажем так, борода, как быстро, потому что, ну вот, я по своей голове знаю, что выгорает быстро, как с бородой. Так же аналогично? Ну вот, я буквально месяц назад ездил, в автопутешествии ездил с женой на машине с дочкой семьи, катались по Карпатам, гуляли по горам, и я забыл о средствах, мне было не до них, у меня было путешествия. Была природа, все-все круто. Я снимал видеоблог, у меня была борода в два раза больше, вот я вернулся после этого, и мне пришлось половину бороды просто удалить, потому что она уже, ну, ее уже невозможно было увлажнить, и никакие средства не помнили. Выгорает, да, и она высыхает очень сильно. На сегодняшний день есть очень много, если открываешь Инстаграм, Фейсбук, без разницы, если ты передворительно интересовался темой бороды, то начинают выпадать всякие рекламки, там, для того, чтобы борода росла, стимулировать. Правда это или нет? Можно ли это делать и стоит ли? Или только от природы? Ну, я считаю, что это неправда. Ну, конечно, человек все от природы, просто средства для бороды это уже уход. Уход за тем, что у тебя есть. А так, то, что ты намазал, как в мультике, да, капнул, волосы выросли, ну, такого точно не будет. Поэтому не ведитесь, друзья, на такой развод, потому что действительно оно так и есть. А если мы говорим о различных еще устройствах, которые нужны, это, я так понимаю, какие-то машинки, в прошлый раз мы говорили, показывали, какая расческа у бородачей, что-то из разряда, не знаю, какие-то, возможно, триммеры, машинки для стрижки, что-то такое, есть еще специальные для бороды? Ну, триммеры, наверное, но опять же, тут, если мы рассматриваем барбер-культуру, вот этот вот модный тренд, то в основном ходят люди в барбершопы. Ну, а есть категория людей, которые, то есть из разряда это не только подстричь бороду, но еще и пообщаться, видеть своих, так сказать. Я, например, хожу в барбершоп все время к одному барберу, потому что это уже мой друг. То есть я прихожу посплетничать, да, всадить какие-то там последние там слухи, потому что я сижу там два часа, пока он не делает комбо, это голова. Кстати, да, вот по времени, это тоже интересная тема, потому что очень часто сталкивался, некоторые говорят, что, если попадешь в барбершоп, то там тебе будут елозить три часа. Да. То есть это долго, это целая культура. Это, скорее всего, специально сделано для того, чтобы клиенту было более комфортно, чтобы он никуда не торопился, вот, и мастер долго, да, барбер стрижет, вы же там можете в барбершопе выпивать виски, например, сидеть, общаться. Ну, то есть это такой клуб, где можно расслабиться, отдохнуть, там нет никакой спешки. Спешки не надо, поэтому, если вам экспресс надо, то только в экспресс стрижку в барбершоп вам не надо. Спасибо большое сегодня за позитивный разговор, как всегда, получилось все на позитиве, ждем еще в гости, друзья, ну, а те, кто отращивают бороду, конечно же, помните, что уход за ней тоже нужен, потому что бородатые, неухоженные, не особо красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова